Хакатон, производная от слов «хакер» и «марафон» – это форум разработчиков программного обеспечения из разных областей. Программисты, дизайнеры, менеджеры, которые сообща в течение определенного времени работают над решением какой-либо проблемы. Харьковский Хакатон 1654 стартовал сегодня днем на базе Харьковского экономического университета. Мы даем официальный старт Харьков Стартап Фэктори большому комплексному проекту, который направлен на поддержку стартапов в молодежной среде. Прежде всего мы, конечно, говорим об айтишных стартапах. И сегодня в рамках Хакатона 1654 мы и будем отрабатывать важные организационные моменты, мы будем готовить команды. Участвуют в Хакатоне как айти-специалисты, так и маркетологи, менеджеры возрастом до 35 лет. Всего более 90 человек. По большей части на форум пришли уже сформированные команды. Например, представители Национального аэрокосмического университета, команда из пяти девушек и одного парня, но без названия. Начинающие айтишники, студенты четвертого курса. Как сказала наша команда, что чтобы нам не досталось, мы с любой задачей справимся, поскольку каждый из нас может что-либо придумать. И, слава богу, у нас на это есть целых 32 часа, чтобы мы сели и подумали. Нету нерешаемых задач, поэтому, наверное, мы будем рады любому кейсу. Участникам Хакатона предложили разработать айти-стартапы по трем направлениям, связанным с повышением конкурентоспособности Харьковской области. Первый кейс включает в себя бизнес-идеи в сфере повышения экспортного потенциала региона. Второй – организация работы международных доноров и привлечение помощи для переселенцев. И третий – создание систем для дистанционного обучения школьников. Есть проблема. Дети хотели бы учиться различным айти-курсам, но из области очень неудобно приезжать в город Харьков в течение как минимум 2-3 раза в неделю. И им нужна платформа для дистанционного обучения. Основная задача, конечно, это увеличить конкурс в вузах как минимум в два раза на айти-специальности. По результатам жеребьевки в каждом направлении работают три команды. Разработка идей ведется в режиме нон-стоп в течение полутора суток. В это время участникам будут помогать менторы-эксперты, предприниматели и представители ведущих украинских и зарубежных айти-компаний. Также пройдут прямые включения со специалистами из Силиконовой долины. Завтра вечером команды презентуют свои разработки членам жюри. Победителями объявят три команды по одной из каждого направления. Оксана Зинковская, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».